Здравствуйте! Сегодня у нас актуальное интервью на тему, что нового в образовании. Поговорим о ЕГЭ и летней оздоровительной кампании. И в гостях у нас министр образования и науки Ульяновской области Наталья Владимировна Семенова. Наталья Владимировна, здравствуйте! Добрый день! Во-первых, поздравляю вас с назначением. Очень рада видеть вас в нашей студии. К тому же, не первый раз вы у нас. И вам первый вопрос. Вы пришли в министерство 7 лет назад в должности директора департамента профильного образования. Это означает, что в дальнейшем вы будете на посту министра и станет профобразование таким приоритетным направлением или нет? Или какие-то другие еще будут направления тоже в приоритете? Да, действительно. Я 7 лет назад пришла в министерство. Пришла я из педагогического университета, где проработала 23 года. В педуниверситете я прошла путь от студентки до проректора. Это моя альма-матер. Я безумно люблю этот вуз и вообще все, что там происходит, потому что этот вуз готовит очень важных людей, педагогов. Не только по профессии, но и по жизни. И придя в министерство, я возглавила департамент профессионального образования. Тогда он назывался профессионального образования и охраны прав несовершеннолетних. Потому что в ведении министерства на тот период были вопросы, связанные с опекой и детьми, оставшимися без попечения родителей. Но через некоторое время, путем передачи этого направления в управление соцзащитой, департамент стал заниматься исключительно вопросами профессионального образования, среднего профессионального, потому что это наши полномочия, полномочия регионы и сотрудничество с высшим профессиональным образованием. Мне очень хорошо знакома вся линейка, потому что я по базовому образованию преподаватель педагогики психологии в дошкольных педагогических колледжах. Поработала я и в детском саду, и в начальной школе, и в училище, тогда это были педагогические училища, и, соответственно, в вузе. Поэтому мне все это хорошо знакомо. И придя на должность директора, я попыталась поменять, в принципе, отношение к системе профессионального образования, дабы как-то вот у нас сохранилось такое понимание на тот момент, что самые неуспешные или слабо обучающиеся дети идут в ПТУ. Ну, на мой взгляд, сейчас ситуация меняется, меняется в положительную сторону. Ну, прежде всего, нет ПТУ как самостоятельных образовательных организаций, это уровень образования в техникумах и колледжах. И сами колледжи и техникумы, они поднялись, на мой взгляд, на несколько ступенек и в качестве подготовки, и в создании среды. То есть ребенок, родитель заходит в техникумы колледжа и понимает, что, получив образование, он не будет по локоть в масле, а он будет работать на серьезном современном оборудовании. И мне вот как-то удалось поговорить с одним нашим студентом, он учится на сварщика. И говорит, вы знаете, я ощутил, что сварщик – это, оказывается, инженер. Это уже другой подход, другой взгляд, поскольку оборудование другое. Поэтому, будучи министром, это направление, безусловно, останется одним из приоритетных направлений, поскольку регион стремительно развивается, заходят новые предприятия. По огромной славе и благодарности нашему губернатору Сергею Ивановичу. И поэтому на этих предприятиях должны работать качественно иные специалисты. И теперь уже на предприятиях с улиц вот так не берут в рабочей профессии к тому же. То есть образование – это обязательно нужно, да? Да. Действительно пользуются сейчас спросом. Да, пользуются спросом. Могу сказать, что у нас каждый год увеличивается количество желающих детей поступать именно в техникумы и колледжи. Еще один нюанс. Понимая, что предприятия, которые заходят на территорию Ульяновской области, они, ну, в большинстве своем зарубежные. А, соответственно, возникает вопрос по языку. И в нашу систему среднего профессионального мы вводим технически английский, чтобы выпускники могли читать документацию без переводчика, самостоятельно разбираться в том оборудовании, которое приходит на территорию предприятия. Образование такую свою важную роль все-таки вот как раз играет сейчас в развитии всей промышленности региона. Но сейчас у нас горячая пора идет. Сейчас выпускники издают ЕГЭ. Сколько экзаменов уже было и какие результаты уже, наверное, известны, да, говорите? Да, действительно, пора горячая. Мы с трепетом и волнением, ну, в хорошем смысле, с волнением принимаем старт этой волны единого госэкзамена. С волнением, потому что понимаем, что еще более пяти с половиной детей успешно, я в этом уверена, сдадут экзамены, и вольются в студенческие семьи для того, чтобы получить другое образование. И что касается единого госэкзамена. В этом году на территории организовано 47 пунктов приема единого госэкзамена. Это больше? Нет, это чуть меньше. Да, на наш взгляд, и, собственно, это позиция федерального министерства, все-таки сокращать пункты, чтобы не было их мелких, но много, а были качественные, уплотненные, но меньше. Поэтому 47 пунктов работает в этом году. Все пункты оснащены аппаратурой видеонаблюдения. Более того, в этом году приобрели мы 55 блокираторов подвижной связи. То есть мы понимаем, к этому, я думаю, уже все привыкли, что на единый госэкзамен нельзя заходить ни с телефонами, ни с какими иными устройствами, и чтобы не было шанса, так сказать, воспользоваться какой-то информацией дополнительно. ЕГЭ – это честный экзамен. А мы за честность и справедливость. Все пункты оснащены всем необходимым. Никаких сбоев на сегодняшний день нет, и я думаю, что не будет. Сданы уже три экзамена – это информатика, география и базовая математика. Результатов пока нет, они, как правило, приходят где-то через неделю, поэтому готова буду встретиться по итогам единого госэкзамена, чтобы рассказать, как наши детки сдали. Отрадно, что по информатике в этом году количество желающих чуть увеличилось, не намного, но увеличилось на 20 человек. О чем это говорит? Это говорит о том, что дети, выбравшие информатику, планируют поступать на технические специальности там, где информатика является одним из вступительных экзаменов. Тоже отрадно, если дети выбирают технические специальности. А по другим предметам количество выпускников, они ближние, да? Да, общее количество сдающих примерно на уровне прошлого года, если быть точным, 5,6 тысяч выпускников сдают в этом году. Примерно такая же цифра была и в прошлом году. Традиционно лидируют экзамены по выбору общества знания, история, но это традиционно. Тоже объяснимо, потому что эти экзамены в большинстве вузов принимаются как вступительные. А иностранный язык? Иностранный язык есть, рост незначительный, прям совсем немного, около 10 человек выбрали в этом году больше, чем в предыдущем. Но я думаю, что с каждым годом будет увеличиваться количество желающих. Я вот слышала, что в 2020, с 2020 он станет вообще основным экзаменом. Да, он станет обязательным. Такая тенденция интересная. А по поводу сочинений, как пишут наши ребята сочинения? Все-таки 15-летний перерыв, пока не было сочинений, экзаменов по сочинению. Вот сейчас какие результаты? Да, сочинений не было. Это я хорошо помню, когда мы учились в школе, писали сочинения. Это было моим любимым. Это искусство на самом деле, мне это очень нравилось. Но очень приятно, что все дети в этом году с этой задачей справились. Все написали сочинения, получили зачет. А качество? И качество неплохое, но мне кажется, что 15 лет не очень повлияло на навыки написания сочинения. Мы, если помните, признаны как читающий регион, самый читающий регион. Снова в этом году опять. Да, очень это приятно. И поскольку общаюсь часто и со школьниками, и со студентами, могу сказать, что наши дети читают. И это, собственно, помогло им написать сочинения. Вот назову, какие были тематические направления. Разум и чувства, честь и бесчестие, победа и поражение, опыт и ошибки, дружба и вражда. Такие смысловые, серьезные темы, которые заставляют размышлять, рассуждать, делать выводы. Ну, по сути, эти темы наталкивают на некую аргументацию своей позиции. А это очень важно человеку. Ну, дальше ребята пойдут поступать уже в высшие учебные заведения. И появится ли, у многих ли появится возможность поступить на бюджетные места? В этом году в ВУЗах, если быть точным, 4068 бюджетных мест. На самом деле, это достойная цифра для нашего региона. Потому что выпускников, вот 5,6 тысяч я назвала с выпускниками прошлых лет. Те, кто в прошлом году, либо не сдавал, либо хочет в этом году сдать иначе. А если быть точными, то у нас количество выпускников около 5 тысяч. То есть, ну, чуть больше, чем количество бюджетных мест. Но следует сказать, что у нас есть и выпускники 9 классов, которые выбирают уровень среднего профессионального образования, где также увеличилось количество мест в этом году. И, если быть точным, в СУЗы 4 280 мест. Вот если остановиться по программам высшего образования. Контрольные цифры приема уже получены во все ВУЗы. На сайтах каждого ВУЗа вывешены правила приема, вывешено количество мест на ту или иную специальность. То есть, дети с родителем могут самостоятельно посмотреть и определиться. Могу сказать, что в этом году в ВУЗы чуть больше федеральное министерство определило бюджетных мест. Радует, что в этом году открылась вот буквально вчера новая кафедра в техническом университете. И называется она «Ветроэнергетические системы и комплексы». Здорово. Современнейшая новая кафедра, которая будет готовить кадры в том числе и для ветропарка, который создается в Ульяновске. Слушайте, супер. Да, это очень отрадно, поэтому те, кто нас слышит, смотрит, я думаю, что стоит рассмотреть вопрос о поступлении именно туда. Современно, востребовано, нужно. Но это техническая специальность, соответственно, и набор экзаменов, он будет восточным наукам. Это математика, русский, физика. Поэтому те, кто определился именно с этими экзаменами, я думаю, что и мы, и технический университет будут рады принять таких детей. Что касается среднего профессионального образования выше, я уже сказала, что 4 280 мест бюджетных. Хочу отметить, я об этом уже говорила как-то на одной из наших встреч, но тогда еще создавался Межрегиональный центр компетенции. Да, на базе авиационного колледжа. Сейчас первая часть серьезных ремонтных работ выполнена. Открыты тренировочные полигоны современного уровня, с современными материалами. Закуплено уникальное оборудование. Некоторого из них нет даже в России. Оборудование привезено из-за рубежа. Но это подготовка кадров, что называется, даже не сегодня, а уже на завтра. Так вот, в Межрегиональном центре компетенции откроются две новых специальности. Первая. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Совершенно уникальная специальность. На сегодняшний день разрабатываются и стандарты, и программы. Это очень перспективное направление. Единственное в России у нас это, да? В СПО, да. На базе Межрегионального центра компетенции, поскольку направление деятельности этого центра – это обслуживание транспорта и логистика. То есть все виды транспорта. И, соответственно, новая специальность – это эксплуатация сельскохозяйственной техники. Ну, может кому-то показаться странным, что это в городе, но странного на самом деле ничего нет. Закуплено оборудование, сельскохозяйственные машины, мы покупаем джандир. Я сама не имею технического образования, но уже использую лексику, поскольку начинаю в этом действительно разбираться. Более того, для тех детей, которые живут в районных области, хотелось бы сказать, что к декабрю месяц мы откроем там общежитие. То есть мы сейчас, где-то, наверное, через месяц-полтора начнем ремонтные работы. Общежитие будет не очень большое, на 150 мест, но, тем не менее, для тех детей, которые из районов области захотят здесь учиться, мы место предоставим. Общежитие, понятно, тоже будет современным, оно будет на 2-3 человека. Большинство комнат на 2 человека, поэтому оно будет и комфортным для проживания, и учебы. Ну, то есть все у нас прямо продвигается, все развивается. Замечательно. Так, и переходим к летнему периоду. Завтра у нас 1 июня. Лето начинается. Ну, пока по погоде мы это не чувствуем, но все-таки уже лето будет. И наши дети, многие дети поедут в лагеря, или пойдут в лагеря в городские, пришкольные. Вот расскажите, сколько у нас будет загородных лагерей детских, оздоровительных, сколько при школах откроется лагерей? Для кого-то сдавать экзамен, а для кого-то уже отдыхать, правильно. И я накануне 1 июня поздравляю всех с Днем защиты детей. Вообще дети, это, пожалуй, единственное, что у нас есть, ради чего мы, собственно, все это и делаем. Вот огромная просьба к родителям, бабушкам, дедушкам, берегите детей. Недавно был случай, когда ребенок выпал из окна второго этажа, и лично я тяжело переживаю каждую такую боль детскую. Вот еще раз, большая просьба, не учитывайте, что москитная сетка от чего-то спасет. Это сами же взрослые должны понимать, что это такая внешняя какая-то защищенность, а на самом деле нет. Закрывайте окна. Просто вот умоляю всех, потому что жизнь детей, ну ее ни с чем не сравнишь. Ну и отдых. У нас в этом году будет работать 24 загородных лагеря, 369 лагерей с дневным пребыванием, ну и остальные это лагеря палаточные, трудовые, с выездом на неделю, ну это уже другие формы. Что касается загородных лагерей. На сегодняшний день из 24 лагерей принято 23. Я думаю, что сегодня еще один лагерь пройдет эту процедуру приемки. И собственно это говорит о том, что все лагеря готовы к приему. Ну буквально вчера состояло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором было принято следующее решение. Из всех загородных лагерей 8 лагерей не имеют возможности создать условия вот в таких погодных температурных режимах для детей. То есть это летние домики, которые принимают детей в теплую летнюю погоду. Соответственно мы не можем в этих лагерях поставить обогреватели и даже 2-3 одеяла не согреют детей, потому что ночью минус 7, простите, плюс 7, а днем 15. Это очень холодно. Это очень холодно. Поэтому было принято решение на неделю отодвинуть начало приема детей вот в эти 8 лагерей. Да, с середины июня обещают уже потепление. Да, да. Поэтому не 1 июня будет заезд первую смену, а 8, когда температура днем будет 23-24 градуса. А все остальные... А какие лагеря вы не можете перечислить? Да, я назову. Светлячок, Юлова, Хоббит, Звездочка, Сосенка, Ульяновский, Артек, Ласточка и лагерь имени Деева. То есть в этих лагерях заезд детей, повторюсь, 8 июня. Чтобы наши детки не заболели, а отдохнули уже с комфортом. И попрошу, наверное, всех, кто нас смотрит, слушает, записать телефон горячей линии по вопросам отдыха и оздоровления детей. 43-30-31. На любой вопрос мы ответим и найдем решение в любой сложившейся ситуации. И это касается и тех, кто захочет отвезти детей, вот опомнились родители и захотят в лагерь какой-то устроить. Да, по этому номеру звонят, да, и мы решим вопрос. Ну, я думаю, все. Основное мы сказали. И я думаю, это не последний раз мы с вами встречаемся. Еще впереди много-много встреч. И по итогам ЕГЭ, я думаю, у нас пройдет пресс-конференция. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо вам большое. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо.